Одна из традиционных форм летнего досуга у подростков – отдых и общение со сверстниками. Провести время с пользой можно не только на улице, но и в лагере. В этом году в Самаре работают 189 учреждений с дневным пребыванием детей. За первый месяц лета в них успели отдохнуть больше 15 тысяч человек. В среднем смена в пришкольном лагере длится 18 дней. В лагерях проводились профилактические мероприятия с детьми по разным направлениям. Это профилактика вредных привычек, дорожно-транспортных происшествий, поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Партнерами выступали сотрудники МЧС, УВД, ГИБДД, Центр медицинской профилактики. Продолжают работать и детские оздоровительные лагеря. В самом крупном из них в Волжском Артеке недавно завершилась первая смена. Здесь уже успели отдохнуть 290 детей. Как отметила руководитель Департамента опеки и попечительства Ольга Слесарева, особое внимание уделяют ребятам, получающим путевки на льготной основе. Это, например, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Гостями первой лагерной смены также стали подростки из ЛНР. Для них и для детей из Самары организовали несколько совместных спортивных акций с конкурсами и развлекательную программу. Дети расстались очень тепло, обменялись телефонами, надеясь, будут поддерживать контакт. И очень хотели вернуться и приехать к нам отдыхать на следующий год. Продолжаются также спортивные сборы. На территории городского округа традиционно работает профильный лагерь «Олимп». В первый летний месяц две его смены посетили 395 человек. Спортсмены по греко-римской борьбе, гимнасты, баскетболисты, теннисисты, боксеры и другие. Всего за весь сезон лагерь готов принять больше 1200 подростков. В учреждении у ребят есть возможность не только оставаться в хорошей физической форме благодаря тренировкам, но и даже сдать нормативы ГТО. Проведено более 20 различных мероприятий. Одни из, в том числе, выполнения нормативы ГТО – это конкурсы, мастер-классы, кинопакеты, профессиональные мероприятия, показательные выступления спортсменов и другие. На совещании также говорили о тех подростках, кто предпочел отдыху, временное трудоустройство. Представитель профильного департамента Светлана Лановенко заявила, что в этом сезоне появилось больше желающих среди несовершеннолетних трудоустроиться. Однако количество мест пока ограничено. В 2023 году уже работают 3190 подростков на 137 предприятиях города. В связи с этим глава Самары Елена Лапушкина предложила рассмотреть возможность выделения дополнительных средств из бюджета в следующем году на трудоустройство несовершеннолетних. Мэр отметила, что это хороший задел для предприятий, которые проводят профориентационное мероприятие. Светлана Кудрявцева, Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События.